Многие малыши рождаются с яркими голубыми глазами, но потом цвет меняется на серый, а то и карий. Когда ребенок только появляется на свет, он толком ничего не видит, зрение формируется только к полугоду, и цвет глаз тем временем тоже меняется. При рождении глаза малыша зачастую бывают мутно-серого или голубого цвета, а со временем оттенок становится все яснее, и нередко голубоглазые ангелочки превращаются в кариглазых симпатяк. Многие младенцы схожи именно небесным цветом радужной оболочки глаз, все дело в количестве пигмента меланина, который отвечает за цвет глаз и который определяется наследственностью. Чем его больше, тем темнее наши очи. Только к 3 годам вы сможете точно узнать цвет глаз ребенка. Здесь тоже нужна оговорка. Бывает, что цвет глаз меняется в 10 лет, а бывает и в 40. Это редкость, но все же случается. Ученые выяснили, что целых 16 генов, действующих в тандеме, влияют на цвет глаз ребенка в будущем. Такая цифра мешает дать точный прогноз, какого же оттенка будут глазки у крохи. Из школьного курса биологии за 9 классов мы помним про наследственные признаки. К доминантным относятся кария глаза, нос с горбинкой, ямочки на щеках, длинные ресницы, к рецессивным голубые глаза, курносый нос, тонкие губы. Если у матери и отца оба гена доминанты, то большая вероятность того, что ребенок родится с темными глазами. Но все не так просто, как преподавали учителя. Мама и папа передают малышу лишь часть генетического материала. Даже незначительные изменения в геноме могут подарить малышу уникальный цвет. Есть редкие случаи, когда у голубоглазых родителей рождались дети с карими глазами. Исследования последних лет позволили составить наглядную схему, по которой можно спрогнозировать цвет глаз ребенка в будущем. Современные ученые критикуют такой расчет, утверждая, что вероятности 0% не бывает. Есть совсем небольшой шанс того, что в союзе голубоглазого мужчины с кари-глазой женщиной появится на свет девочка с зелеными глазами, как у Скарлетт О'Хара. Бывают случаи, конечно, из серии «Один на миллион», когда у зеленоглазых родителей рождался кориглазый ребенок. И все-таки закономерности существуют. Что еще влияет на цвет глаз? Национальность, одежда, стрессы, возраст, макияж, правильное питание – вот что также оказывает влияние на внешность человека, в том числе и на глаза. Горе или радость делает наш взгляд более выразительным. В какой-то степени это связано с тем, что слезы увлажняют белки глаз. Изменение гормонального фона – одна из причин того, что глаза становятся хамелеонами. Питание тоже имеет значение, что влияет скорее на цвет белка, а не радужки. Врачи считают, что мутные и желтые глаза говорят о неправильной работе кишечника. Оливковое масло, орехи, шпинат, морепродукты не только дарят молодость глазам, но делают их более выразительными. Голубые, синие, васильковые глаза чаще всего встречаются у жителей Северной Европы – эстонцев, немцев, финнов, датчан. Сегодня ровно половина русских людей – голубоглазая, а раньше на Руси их было еще больше. Например, в хронике византийского писателя конца X века Льва Диакона есть упоминание о внешности Святослава. Князь был невысокого роста, корносый, с мохнатыми бровями и светло-синими глазами. Кори глазах людей на свете больше всего. Кстати, профессор молекулярной медицины издания Хайнс Эйнберг в 2008 году потряс весь мир открытием. Оказывается, голубая радужная оболочка является генетической мутацией, которая появилась около 10 тысяч лет назад. До этого у всех жителей планеты были кария глаза. Получается, что голубоглазые произошли от одного человека. Только 2% населения всего земного шара имеют зеленые глаза. Именно этот оттенок чаще встречается у жителей России, Испании, Ирландии, Бразилии и Пакистана.